всем привет как всегда спасибо вам за то что вы смотрите вот это все за то что пишите комментарии ну и за то что материально поддерживаете канал это очень очень приятно что-то я не то выпил видимо сейчас но неважно тут уже понятно все тут уже понятно все пластинка ok компьютер radiohead да напомню о существовании плейлистов потому что многие в комментариях просят что-то показать а это что-то уже показано так что обратите внимание на плейлисты ну ok компьютер ok radiohead одна из любимых моих групп классический рок абсолютно классическая группа я уже говорил в каком-то ролике да что группа который существует с 1 2 3 больше 30 лет в разных формах ее можно сравнить по значимости с такими монстрами как лодзеппелин например и там не знаю кто еще deep apple но deep apple они пошире будут побольше лодзеппелин история лодзеппелин гораздо короче чем история radiohead и вот эта пластинка номер 3 radiohead да это то я говорю банальности да это один из самых значимых альбомов наверное 90-х годов и может быть даже не 90-х а вообще в принципе все рок-музыки потому что это такая некая поворотная точка которая открыла двери пафосно выражаясь массе музыкантов им же свернула головы абсолютно и в англии в америке и в европе и в нашей стране очень много есть групп до сих пор играющих которые услышав ok компьютер совершенно сошли с ума и стали играть пытаться играть что-то похожее я не буду называть имен все их знают кстати говоря группы стадионные не все но часть из них но получается в общем с переменным успехом так вежливо выражаясь что же здесь такого в ok компьютере я кстати говоря тоже когда услышал эту пластинку виде компакт-диска еще в свое время в конце 90-х да и я все я просто сказал что но это полный кафе такого вообще не слышал никогда а это самое главное когда слышишь то чего не слышал никогда это одухотворяет это значит что не все потеряно что все еще впереди и можно услышать много нового и такой фантазии как здесь я мало где вообще могу мало где могу припомнить я не знаю ну это фантастика просто я кстати говоря не отношусь к таким что называется убитым фанатам радио хэд которые считают что они выше всех это прочитал одну рецензию очень хорошую недавно написал ее девушка девушка явно музыкант потому что она сосчитала все размеры которые играет гринвуд в песни лэдаун их там четыре и они все совершенно не хитовые они все не не те размеры которые делают песню радио хитом но при этом лэдаун вообще я обожаю эту песню когда группа играет четыре четверти а гринвуд играет непредсказуемо непонятно когда в каком месте какой размер все время разные размеры там шесть четвертей 8 7 четвертей что-то такое я пытался их сосчитать трудно сосчитать потому что маркет же он играет и все это на фоне группы который играет четыре четверти и все это так разлетается расплывается но очень интересно слушать и такая полифония не побоюсь этого слова получается просто симфоническая музыка в исполнении электрической гитары и группы очень круто просто лэдаун это будь здоров какой шедевр какая музыка это надо придумать это надо аранжировать сыграть и все тем более что опять таки я вычитал что в принципе основная часть музыки с записанную сыграну в живую стали стараясь минимизировать наложение всяких разных партий ну конечно тут очень много их есть чего наложено сверху но основной массив конечно сыгран в живую о том йорк вообще пел с одного дубля большинства песен мотивируя тем что когда он начнет повторять то уйдет энергия уйдет драматургия уйдет смысл собственно говоря того что он поет хотя до смысла здесь добраться не всегда просто ну так вот я не отношусь к таким людям которые считают что это очень интеллигентная очень продвинутая очень эстетская музыка ничего тут эстетского нет это просто очень хорошая музыка просто очень хорошая с огромной фантазией придумано что чувствует что слышно по первым тактом когда включаешь начинается это страшный риф гитарный и виолончель на одновременно слышали там виолончель да когда играются гитара и а ланчель в разных каналах и потом начинается арпеджио гринвуда не то арпеджио который владел там везде играет арпеджио ну и вот появляется эта гитарка появляется арпеджио потом гитарка переходит на то что называется чёс очень простенький и очень зажатенький такой но в общей палитре так работает работает каждая мелочь здесь столько звуков столько точечных каких-то включений звуковых и все это работает все это создает такие стоит целую вселенную да вот который звездочки 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 одна звездочка две звездочки три звездочки лучше конечно сами знаете пять звездочек как сказано в одном советском фильме здесь не 5 звездочек здесь их тысячи здесь столько этих звездочек и rb конечно вламывает сразу первая песня открывашечная правильно ее поставили первым номером хотя хотели поставить другую который мне не нравится получилось то что получилось параноид андроид многие сравнивают не сравнивают а ставят эту песню в один ряд с богемской рапсодии или с богемной рапсодии как угодно можно называть уже все запутались с лестницы в небо я не знаю с child and time там с такими вещами которые состоят из нескольких как бы под под песен из нескольких глав да ну я бы этого не делал потому что формально да но если говорить о вышеупомянутых произведениях как там вот эта самая рапсодия и лестница в небо там очень логично музыкально все выстроено все все абсолютно следует развитию песни и в принципе достаточно предсказуемо ну то есть не то чтобы предсказуемо когда в лестнице в небо начинается активная часть а потом самая активная часть и вот только начинает только первые секунды слышишь самой активной части понять что все правильно так и так и надо так и должно быть я этого ждал здесь ничего не ждешь здесь не совершенно неожиданные смены всего всего музыкального пространства начиная с акустической гитары в начале потом бешеные рифы чуть-чуть какие-то издевательские такие даже на акустической гитаре потом вырастает электричество и такое издевательство как будто мы играем рок-музыку хотите рок-музыку вот он то он да 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 вот это вот немножко даже смешно вообще тут юмора хватает везде несмотря на общую такую меланхолич меланхолию да я бы сказал а финальная предфинальная часть параноид андроид с мелатроном с этим хором с голосами мелатроновскими да и живыми и вот это просто какой-то иоганн себастьян бах такой начинается я был потрясен когда услышал впервые потрясены сейчас когда это переслушиваю ничего себе напридумывали ничего себе напридумывали и напели и как йорк прекрасно поет здесь на на всем альбоме поразительно просто фантастическая штука но этот альбом он эти все субъективно же все субъективно все оценки музыки они настолько субъективны что нельзя ориентироваться на мнение кого-то надо свое конечно мнение вырабатывать от прослушивания каждого альбома любого и мне эта басинка нравится безумно я считаю действительно что это явление что это поворотная точка что это отправный пункт который дал дорогу ну тысячам музыкантов тысячам до сих пор просто в этом ключе люди идут этой дорожкой не протуренный потому что повторить это невозможно но при этом очень двойственное ощущение от этого альбома потому что такие песни как например ну вся вся последняя часть lucky the tourist но surprises карма полис и субтронин хомсик эллиэн это как будто песни из другого альбома вообще это как будто музыкантам дали задание напишите хорошие песни чтобы их крутили по радио чтобы люди подпевали и вот эти вот номера особенно карма полис конечно постаралась в этом смысле но и остальные тоже с обтиранием хомсик эллиэн хотя йорк говорил что эта песня является он вдохновлялся при написании этой песни мальсом дэвисом бич из брю но формально похоже да то есть работа в одном аккорде и не высасывание из этого аккорда всего чего только возможно а погружение в этот аккорд который бесконечен в котором можно играть всю жизнь и все время будет все время по-новому ну вот это самое с отранина хомсик эллиэн она как раз она настолько для радио хэд для этого альбома по сравнению с параноид андроид с airbags let down с climbing up the walls она настолько простая и неожиданно ой ё-моё как-то даже как-то даже странно карма полис понятно это просто писали искренне явно и явно искренне и очень талантливый финал прекрасный выход в другие в другие аккорды с этими звуками чудесными но она как будто специально для mtv написано просто как будто специально поп-группа записала поп-хит ничего плохого в этом нет прекрасная песня шикарная совершенно и когда я слушаю прямо млею но она вот как-то здесь вот не влезает одно в другое не впихнуть не впихуемое как говорят некоторые люди но тем не менее exit music for a film замечательная штука совершенно и печальная и и и и и не печальная и и и трогательная и меланхоличная let down это просто это редкий случай когда экспериментальная музыка совмещается с поп-мелодии с простой доходчивый мелодической линией и все это получается очень естественно и и не обращаешь люди которые любят поп-музыку перестают обращать внимание на эксперименты на авангардные штучки люди которые любят эксперименты с удовольствием проглатывают эту поп-мелодию chemical reaction там и все вот эти дела и как я уже говорил девушка замечательно посчитала размеры в которых играет гринвуд это очень познавательно очень интересно попробуйте повторить что называется вообще не предсказуемо где в каком куплете в какой части куплета какой размер он играет это я не знаю то ли это действительно импровизация то ли что и как это на концерте делается грешит непонятно это же нужно чтобы все это сошлось с четырьмя четвертями которые играет группа когда я занимался пантомимой были были такие упражнения на раз координацию что называется но это я отдельно может быть даже когда-нибудь покажу раскоординация очень интересная штука когда одной рукой делаешь на три четверти другой на 4 и потом размеры усложняются и и получать полное безумие в общем здорово election и ринг вот тоже песня как будто выскочил из альбома пабло хани же скач роковый а клеммин а клеммин up the walls песня очень хорошая с адскими скрипками в конце с таким валом шума у меня такое ощущение что я очень люблю группу окей фая но у меня ощущение что все песни окей фая вышли из песни клеммин up the walls опять-таки ничего плохого в этом нет они не копируют они не повторяют ничего но по структуре по настроению это все прямо вот как отсюда но surprises тоже здравствуйте здравствуйте хорошая мелодичная красивая и в общем простая с соски со скидкой на то что это greenwood york и вся группа radiohead для них это простая песня до для других нет но тем не менее на фоне предыдущих всех песен от которых меня трясет просто от кайфа она как-то вот как-то ну такая песня 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 это же касается и лаки и the tourist песни песни очень хорошие песни но в целом пластинка одна из моих самых-самых наверное любимых если говорить о музыке 90-х тире двухтысячных потому что эта штука осталась и в двухтысячных и в 2010 2010 и 2020 и думаю что останется еще на очень-очень долгий срок потому что просто потому что это уж это настоящий искусств вот вот так пошел пить пока